Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами передача «Создай свой бизнес» и я ее ведущий Артем Богач. Сегодня мы поговорим о строительстве. У нас в гостях генеральный директор компании «Комфорт-Строй-Сервис» Попов Николай Иванович и технический директор Плотникова Елена Владимировна. Здравствуйте! Строительная отрасль сейчас переживает, можно сказать, такой бум. Вокруг строят дома, возводят торговые центры. Нашли ли вы место себе под солнцем на строительном рынке? Будем считать, что нашли. В той форме, в которой сейчас у нас существует фирма, мы работаем где-то полгода. До этого работали в других организациях. Я был специалистом и главным специалистом в организациях в должности главного инженера, технического директора. Сейчас вы стали собственником? Сейчас стали собственником. Это ваша собственность? Это наша собственность. Основная наша деятельность – это осуществление строительного контроля за производством монтажных и ремонтных работ в жилье, в капстроительстве, капремонт и производственные объекты. Это было и раньше. Но стройконтроль, как правило, проходил формально. Были специалисты, они сейчас есть, от заказчика, от главного подрядчика, но только от них. От заказчика, как правило, идут формальные функции, которые люди подписывали, особо в это и не вникая. То есть была слабо защищена сторона заказчика. Что в свою очередь чревато какими-то последствиями. И мы их уже знаем. Там обвалилось, тут развалилось, тут там упало. Что на неданних событиях? На неданних событиях. Не будем их перечислять, мы их всех знаем. Так вот, с неданних пор, будем говорить, это третий год как пошел, этому вопросу уделено очень большое внимание со стороны государства. Выделены средства определенные, тем более на те объекты, которые финансируются из госбюджета. Обязан каждый заказчик, вне зависимости от того, насколько он умеет, знает, должен нанять третью сторону. Которая будет осуществлять контроль. И как раз вы и можете являться этой третьей стороной. Вот этой стороной мы и являемся. Мы к этому вопросу шли давно. И вот теперь мы уже в этом убеждены, что сделали правильный выбор. Мы организовали свое собственное дело. По одному это сделать просто невозможно. До того серьезные вопросы, они вот так просто не решаются только коллегиально в составе хорошей профессиональной бригады. У нас свои профессиональные навыки есть, полномочия. Мы регулярно проходим стажировку. Имеем комплект документов, обосновывающих нашу информацию. Мне кажется, что ваша работа связана с большим объемом технических профессиональных знаний. И понятно, что вы, наверное, постоянно учитесь, развиваетесь в этом направлении. Нам приходится и других учить. И не только заказчиков, которые малокомпетентны в большинстве, но и исполнители, которые себя считали большими спецами. И когда мы с ними сталкиваемся сейчас на низком уровне, еще с советских времен, документация, бланки старые и так далее, и так далее, отчетность не у всех на должном уровне. Приходится воспитывать, приходится учить. И сами с ними тоже учимся параллельно. То есть учитесь сами и учите другие. Ну и, как я понимаю, вопросами обучения занимается Елена Владимировна. Да? Елена Владимировна, поделитесь, пожалуйста, расскажите, каким образом происходит обучение, то есть на что вы обращаете внимание в своей деятельности. Сотрудничая с заказчиками, соответственно, с ними в контакт вступают и подрядные организации, которые мало обращают внимания на ту документацию, какую они должны предоставлять заказчику. Отчеты по материалам, по оборудованию, которые используются при строительстве. Приходится подсказывать. Николай Иванович, вопрос к вам. Не считаете ли вы, что осуществление технического надзора отдаляет вас от реального строительства, от реального производства? То есть не уходите ли вы, может быть, в теорию? Считаю, что мы бы ушли, если бы сами занимались тем же самым производством. У нас есть направление деятельности нашей фирмы в самом строительстве, капремонте. Мы ведем работы и сантехнические, кровлю, ремонт кровли, отделочные работы и ряд других. То есть получается, что вы занимаетесь не только металлической частью, но при этом осуществляете и практическую деятельность, то есть строите? По-другому-то и нельзя. Если мы не будем идти в ногу самим производством, мы просто от него, на самом деле, отдалимся. Мы в случае необходимости подбираем своих партнеров, кого мы точно знаем, что ребята не подведут в подрядчики. Если есть необходимость, мы сами им помогаем. Мы совместно с заказчиками помогаем готовить документацию по всем инстанциям городским, охраной труда, охраной природы и все остальные. Потом мы принимаем объект эксплуатацию и мы потом гарантируем на всем протяжении срок эксплуатации, сколько идет гарантированный срок, мы гарантируем, что вот это так должно быть. В случае с пророха и выявились скрытые дефекты, мы анализируем причину, проводим экспертизу, в лабораторию направляем, какие-то вопросы решаем, какие-то юридические вопросы решаем. В случае выявления факта той причины, если это от исполнителя, значит его принуждаем к исправлению, заданные сроки согласованные. В любом случае, если так не получается, у нас есть собственные средства, возможности технические, мы сами это определить, а потом уже исполнителю. Это уже не забота заказчика, это большой для них плюс, не буду там бегать с уйти. Получается, Николай Иванович, что вы можете взять на себя такое полное сопровождение? Полное сопровождение до конца гарантийного срока. Елена Владимировна, вопрос к вам. Осуществляете ли вы рекламу своей деятельности? Где вы находите заказчиков? Как вы это делаете? В особой рекламе наша организация не нуждается, потому что рекламу мы сами создаем себе. Проводим рекламные акции в интернете, в СМИ, по телевидению. Елена Владимировна, скажите, пожалуйста, какие организации вам помогают в развитии вашего бизнеса? Нам оказывают консультации общественная организация дела. Центр занятости помогает нам, поставляя нам кадры специалистов для нашей работы, чтобы мы могли в дальнейшем каким-то образом проявлять себя в лучшем виде. Может быть, вы порекомендуете что-то тем людям, которые хотят открыть свой бизнес, но почему-то не могут решиться? Здесь нужно просто в себя поверить, прежде всего. В себя поверить. Это определенный риск. И чем крупнее замашки, грубо говоря, тем больше риск. Поэтому нужно в себя поверить, обосновать свои намерения. Риск в любом случае должен быть оправдан. И должна быть какая-то все-таки помощь. Так что все-таки поддержка есть. Поддержка есть, есть надежда. Никто не отказывается. Нам, наши близкие, нам хорошо помогают. Николай Иванович, правильно я понял, что результатами вашей деятельности могут воспользоваться не только бюджетные организации, но также и любые компании, и коммерческие? Мы своей фирмой способны оказать услуги не только в виде консультаций, под ключ, выполнить полный комплекс работ на объектах, начиная от гаража и загородного дома до промышленного производства, зданий, сооружений. У нас есть собственные силы, есть небольшая техника, есть крепкие партнеры. Мы друг друга поддерживаем, друг другу обеспечиваем фронт работы. Поэтому взаимопонимание, взаимовыручка, она всегда помогала. Спасибо Николаю Ивановичу за содержательную беседу, за то, что вы поделились, рассказывали. У нас в гостях был генеральный директор компании «Комфорт Строй Сервис» Попов Николай Иванович и технический директор компании Плотникова Елена Владимировна, которые на своем примере показывают нам, что имея надежных партнеров, имея понимание между друг другом, можно строить крепкий и надежный бизнес. Создавайте свой бизнес, будьте свободными. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok